Я не сдаюсь, я не сдаюсь, я выбрала свой путь и на ошибках учусь. Всем привет, я Лера Штейн. Ну, наверное, самое главное сказать, что я музыкант. Я певица, педагог по вокалу, сценическому искусству. И у меня есть своя большая музыкальная школа Штейн Студио, в которой занимаются дети, подростки, взрослые, всеми видами сценического искусства. Я рижанка, я всю жизнь живу в Риге, и, в принципе, это мой любимый город. И я очень люблю Ригу, потому что тут у нас и красиво, и, в принципе, очень много всего происходит. Я люблю маленькие города, я себя плохо чувствую в больших каких-то таких мегаполисах, и я бывала много где, но вот Рига – это прямо мое место, здесь я чувствую себя дома. Музыкой я занимаюсь, в принципе, всю жизнь. Музыка – это такое, наверное, дело моей жизни. В 10 лет я первый раз вышла на сцену на детском вокальном конкурсе, и с тех пор, в принципе, я поняла, что другим ничем я заниматься не хочу, и с тех пор, вот, да, в принципе, все, что я делаю, связано с музыкой, с занятиями, с музыкальным развитием, с музыкальным образованием, и сейчас уже с образованием других детей, подростков. Стиль музыки, которым я занимаюсь, это популярная музыка и все, что с ней связано. То есть это именно то, что мы слушаем по радио, по телевизору. Это абсолютно никак не относится к классике, то есть это, да, абсолютно стиль популярной музыки. Я с детства слушаю только этот стиль, наверное, просто потому что, да, это мое. То есть я пробовала себя и в классическом жанре, и пыталась даже поступать в музыкальное училище на оперный, на академический вокал, но это забавно, когда при поступлении, при сдаче экзаменов вступительных один из главных педагогов мне сказал, что у вас прекрасные данные, но чувствуется эстрадный налет. Это мы уберем быстренько. И после этих слов я поняла, что все, я домой. Потому что я абсолютно не хочу убирать вот этот, так назовем его, эстрадный налет, потому что, ну, это мое, мне нравится сцена, мне нравится современное искусство. И, да, конечно, классика – это абсолютно не мое. Я очень много участвовала в различных шоу-программах. И с танцорами, да, это было и кабаре, это был наш рижский мюзик-холл под названием «Бурлеск» несколько лет. Я была солистка рижского мюзик-холла. Конечно, это очень интересный опыт. Я много лет также работала в больших шоу-программах на нашем пароме «Таллинг». В принципе, это, наверное, это опыт работы не просто солистом, это опыт работы с танцорами в больших постановках. То есть у каждого есть своя роль, свое место, есть хореография. Ты учишься и пробуешь себя, как и танцор. Потому что очень важно, опять же, в коллективе соблюдать всю постановку, иначе может все развалиться. Даже расскажу забавный случай. Вот как раз у нас было на пароме две певицы, мы друг друга заменяли, ну, по очереди. И вот как раз-таки вторая девочка все время не соблюдала свое место в постановке, и ей выбили зуб микрофоном на сцене. Поэтому это очень важно быть частью коллектива и полноценно действовать так, как говорит режиссер. Поэтому, наверное, это во мне развило, во-первых, дисциплину. И этому же я и учу своих учеников, что работа в команде — это в первую очередь дисциплина, это ответственность не только за себя, но и за всю команду, за весь коллектив. И только так это работает. Что касается, наверное, таких вот шоу-программ, которые связаны с кабаре больше, то, в принципе, я очень много работала и на корпоративах, и до сих пор, в принципе, продолжаем это делать. У меня есть своя шоу-группа, с которой мы создаем различные шоу-программы и выступаем на праздниках. С детства, в принципе, я смотрю Евровидение каждый год. Это must-have. Ну, конечно же, идет время, все меняется. Меняются песни, меняется стилистика, меняются постановки. И это лишь нормально. Ведь мы идем вперед, музыка развивается, все меняется. И есть такое понятие, как формат Евровидения. Вот это номер с шоу-программой, там с подтанцовкой, красивые костюмы. Вот формат Евровидения. Он ушел. Сейчас все по-другому. Но, тем не менее, это интересно. Новые исполнители абсолютно по-другому преподносят песни. Но, тем не менее, Евровидение остается конкурсом песни. И, действительно, опять же, в этом году победила просто крутейшая песня. Поэтому тут я абсолютно согласна. Что касается себя, да, безусловно, конечно, это из детства было такой какой-то мечтой побывать на Евровидении и участвовать. И я неоднократно подавала свои музыкальные композиции на наш отборочный тур «Супернову». И один раз мне даже посчастливилось побывать в роли зрителя на Евровидении. Это было два года назад в Италии. И, на самом деле, для меня, не только как артиста, но и как режиссера, и как руководителя студии, это был колоссальный опыт посмотреть, как именно все организовано внутри шоу. То есть там работает колоссальное количество людей, которые каждый отвечает за свое какое-то одно задание. Насколько все вот построено так, что зрителю, в принципе, не видно. Потому что, когда на сцене происходит вот это огромное действие, мы видим красивую рекламу или заставку. И это такой опыт, да, который я, конечно, однозначно очень много фишек даже взяла себе в работу и буду их использовать. Я считаю, что у Латвии есть однозначно огромное количество хороших претендентов на участие в Евровидении. И, безусловно, Донс, ну, колоссально спел и вообще показал себя как суперпрофессионального музыканта. И, несмотря на то, что у него не было какого-то большого шоу на сцене, у него такая харизма, которая притягивает, и хочется смотреть его номер от начала до конца. То есть вот это называется вышел, спел и все, и больше ничего не нужно. Потому что все-таки, ну, голос это в первую очередь. Ну, безусловно, я всегда сердцем голосую за свою страну, это однозначно. Но в целом я согласна с победителем. Мне очень понравился номер победителя. Выступать на сцене и руководить студией – это, наверное, очень разные вещи. Они даже несравнимы, наверное. Я даже не знаю, как их сравнить, потому что одно – это быть артистом, то есть быть как бы главным на сцене, такой королевой-звездой. А руководя студией, все-таки ты немножко на бэкстейджем. То есть я руковожу другими артистами и помогаю в их творческом пути и развитии. И, наверное, только вот являясь самой артистом, у меня получается вот как раз-таки руководить студией, потому что я знаю это не в теории, а на практике. И как раз-таки я могу своим ученикам, своим артистам этот путь рассказать со всех сторон. И, в принципе, я свой путь прошла абсолютно сама с нуля. У меня не было каких-то там продюсеров, наставников. Ну, в принципе, в мое детство такого и понятия еще особо не было, как вот вокальной студии, потому что все чуть было по-другому. Но, опять же, время идет и меняется. И, наверное, вот в своей студии я как раз-таки реализую те идеи, те проекты, которых мне не хватало в детстве. И я понимаю, что как раз-таки юным исполнителям это нужно. И артисты нашей студии, в принципе, уже являясь даже еще совсем юными, имеют возможность попробовать себя во всех сферах сценического искусства. Мы учимся и петь сольно, и петь в поп-группе, пробуем с подтанцовкой работать. То есть в шоу-программе, с бэндом, опять же. Также учимся петь бэк-вокал, чтобы каждый вокалист... Ведь профессия вокалиста, она многогранна, она не состоит только из того, что один человек поет на сцене и представляет свою песню. Поэтому моя задача показать тем, кто хочет петь, профессию вокалиста со всех сторон. И тогда уже каждый сможет выбрать для себя, что ему ближе. Может быть, кто-то никогда не будет солистом, а будет только сессионным музыкантом. Поэтому тут главное найти вот этот подход и предоставить возможности. Ну, из латвийских исполнителей групп я, конечно же, обожаю Music и Bermuda Disturis. Это вообще One Love. Я считаю, что они одни из самых крутых на латвийской именно поп-эстраде. Поэтому да, если какой-то проект появился бы, вот с удовольствием. Наверное, моя фишка в том, что я вот очень четко вижу, что подойдет конкретному исполнителю. То есть я на себе, испытав уже вот очень много работы в музыкальной сфере, сейчас очень хорошо знаю, вот кому что надо. И иногда я даже сомневаюсь в этом. Мне кажется, вот смотрю, кажется, да, вот эта песня подойдет этому исполнителю. Ну, начинаю сомневаться. Ну, конечно же, как и любой адекватный человек, в себе немножко всегда не до конца уверен. И потом это работает. И вот когда это прям работает, я понимаю, что да, я абсолютно на своем месте. И все, что я делаю, это правильно. И, наверное, это и есть та самая ценность. И моя любимая фраза. «Занимайся любимым делом, и ты никогда не будешь работать». Сегодня закончится эта игра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА «Занимайся любимым делом, и ты никогда не будешь работать».